Ну, во-первых, вы знаете, что Бунин написал в свое время, что вишневый сад вообще это выдумка, потому что такого большого сада быть не может никогда, если посчитать тут квадратные километры, которые он занимает, это просто миф. И вообще вишневый может так расти, вот Бунин раскритиковал в смысле реальность, но дело же не в этом, дело в том, что Петя Трофимов говорит, говорит Аня, вся Россия наша, значит, конечно, это образ. И в этом смысле, когда Антон Павлович писал свою последнюю пьесу, то он никак не мог придумать, вокруг чего будет этот сюжет происходить. И когда он придумал вот эту идею, то он потом прыгал, бегал и вообще прыгал от восторга, говорил, знаю, 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 это будет, как говорил, кто же это вспоминал, это будет вишневый сад, вишневый сад, вот от слова вишня. Поэтому весь Чехов, это, безусловно, новый театр, символ, начиная с Чайки. Символ чего? Это довольно понятно, конечно, что это отражение России в ее стадиях. В стадиях, которые ведут к катастрофе. Потому что он Бунину сказал, как и в третьем году, еще за два года до революции 1905 года, он сказал, вот умрет Толстой, и все в России полетит к чертовой матери. И Бунин спросил, литературу вы имеете в виду? Он сказал, и литературу тоже. То есть он имел в виду именно то, что Тузенбах в трех сестрах говорит, надерживается буря, скоро смоет она все, сведет. Понимаете? Ну, как великий, он никогда не говорил слова социализм. Вообще никогда не говорил слова такие. Социально он никогда не был буквальным. Поскольку он великий художник, он говорил о более крупных вещах, никогда не называя конкретности. Поэтому его никогда нельзя назвать актуальным. Слава Богу. Я это слово терпеть не могу. Вряд ли бы его спряшивали журналисты, например, любой. А в чем актуальность вашей пьесы? Он же бросил в того, чем, в какого журналиста, чем каким-то тяжелым предметом. Вот, поэтому, если говорить о последней его пьесе, то, как все остальные его пьесы, они вообще написаны для русского зрителя и о русской жизни, которую Западу понять невозможно. Потому что западу непонятно, как может быть старик Лакей, как он был крепостным. Вообще. И он написал, зачем переводить мою пьесу на французский язык. Французы все равно ничего не поймут. Ни из Ермолая, ни из Вишневого сада. Будут только скучать. И все. Просто он говорил. И правильно говорил. И если вы посмотрите даже большие постановки крупных режиссеров, таких, как, я не знаю, Стрейлер, Питер Брук, так сказать, Штайн. Все крупные, большие, великие режиссеры. Чехов везде у них романтический, в белых платьях, такие ностальгические. В общем, скорлупа. Скорлупа. Понять очень сложно Россию, Западу. Просто в силу того, что мы живем не по законам, во-первых, а по понятиям всю жизнь. И потому что у нас крепостное право отменилось совсем недавно. И остались все те же самые понятия господа при мужиках, мужики при господах. И, конечно, это сложно перевести все на западный манер. У нас как бы абсолютно другой скорость, другое развитие. В этом смысле, конечно, я вставил монолог первого Петя в Вишневый сад, который в последнем варианте пьесы не печатался. Я вставил тот на молок, который потом попросили переписать. Посмотрите на вашей... на этот сад. Там с каждого... он страшен, говорит Петя. Ваш сад страшен. С каждого дерева глядят на вас измученные погубленные души. И... как он говорит там... Точнее так. Нет, а дальше он говорит. Ваш дед, ваш прадед, они же все владели... То есть... Они же все были крепостниками. Крепостниками. То есть... В первом монологе он уже говорит о том, что этот сад – это страшное нашление. Понимаете? А когда его рубят, то больно. Вот тут все становится сразу очень амбивалентно. Поэтому... Независимо от того, что... Вот я вчера говорил, что... На встрече, что... Чехов написал. Почему на афише пишут упорно драма? У меня комедия, даже фарс. Бьюсь я в заклад, что Станиславский и Емирович Данченко не прочитали моей пьесы. Это же пишет Чехов. Понимаете? А те ставят драму. Потом, вы знаете, прекрасно, что когда читали пьесу, то весь театр рыдал. Все плакали. И Чехов не мог понять никак, почему плачут все. А плакали, потому что все знали, что он умрет через два месяца. А он-то хотел, зная, что он умирает, он хотел сделать последнюю шутку прощальную. Конечно, это шутка, шутка человека чрезвычайно отважного, колоссальной мощи духовной, который четыре года ждал, когда он умрет. Он должен был умереть в девятьсотом, а еще прожил, вот сколько. Поэтому человек, который знает, что он умрет очень скоро и знает практически, что вот-вот, то, конечно, у него по-другому все. В отношении к людям, ко всем вообще, к цветам, к людям, к собакам, к журавлям и ко всему. Любой человек, который знает, что он приговорен, мы ведь как же, мы все время отметаем от себя неизбежность смерти. Потом все равно это приходит. Вот эта неизбежность смерти, до тех пор, как мы отметаем, мы, так сказать, думаем о других вещах. В этом смысле, конечно, эта пьеса пронзительна тем, что он удивлен, что он живет еще четыре года. Хотя он должен был бы умирать уже. Поэтому, как умерший человек, шутит, прощается. Что касается, как бы, когда я сразу отвечаю на вопрос, чтобы его не было, в чем актуальность сегодня этой пьесы, я отвечаю ни в чем. Великие произведения актуальны всегда, а только надо еще, чтобы они были близки. Если они не близки в постановке, то они не актуальны. Это будет мертвое все. А актуальность, это вообще вопросы, скорее, относятся к журналистике, к политике, а искусству. Актуально то, что волнует. Плачете, смеетесь, значит, актуально. Расширенный ответ на все вопросы. Женский хор. Хор из греческих трагедий, не мой. Да, но я должен вам сказать, что ведь, к сожалению, видите, мы не привезли к вам. Я все время хочу привести трилогию. У меня говорят, а у зрителей не хватит на трилогию. Все-таки эта пьеса, то есть это трилогия, это симфония из трех вещей. Первая часть, Дядя Ваня, вторая, Три сестры, третья, Вишневый сад. Все они объединены одним. И там есть и одни образы. И да, играют одни и те же актеры в одной и той же декорации. И когда ее смотришь подряд, то возникает вот эта симфония. Сейчас мы вам сыграем финал симфонии сегодня вечером. Тоже неплохо, конечно. Спасибо, что и на этом. На этом спасибо. Пожалуйста, почему вы финал симфонии вы выбрали на ноги, как на английском? Погромче. Почему не на английском? Ой, позвали. Позвали, играем. Так что спасибо вам. Вы нас позвали, мы к вам приехали. Мы же не назначаем, где мы будем играть. Мы играем, куда нас приглашают. А какие потом вы будете на английском городе? А мы дальше приглашаем. Куда пригласят, туда и поедем. Не могу сказать. Я этим не занимаюсь. Не могли бы вы пояснить свою мысль по поводу крепостничества? Я послушал, посчитал, сколько поколений выделяют от последнего крепостника. Я, у меня, скажем, моего прадеда крестьянина, я сбился со счетов. А ваш прадед крестьянин был русским или русским? Где? Один в Подмосковье, второй, наверное, в Киве. Я не знаю, я уже просто действительно не знаю. Надо бы знать. На севере крепостничества не было. На севере были поморы, там крепостничества не было. Крепостничество было вокруг Московской, в Московском княжестве. Вообще в государстве. А что, вопрос какой по поводу крепостничества? Как минимум 3-4 поколения отделяют от действительности крепостничества. Но вы возвращаетесь к тому, что крепостничество – это ключ к пониманию. Да, да, да. Если. Ну это серьезный вопрос социологический. Я вам коротко отвечу. Россия была всегда очень бедным государством. Очень бедным. Потому что был очень плохой климат. Основа любого средневекового государства – земледелие. Когда, после того, как перестали, начали разрабатывать землю, началось земледелие, то это был экстессивный метод. Что это значит? Сжигают лес, распахивают. Через три урожая перестают давать всякую, опять следующую, сжигают лес. Это что значит? Это значит, что все время ищут землю, которая может дать урожай. Урожай – один к трону. Что это значит? Всего три зерна на одно посаживание. В Англии – один к шести. В Европе – один к пяти. И даже вот северные все фактические страны – это один к четырём, один к пяти. Почему? Не подзольные земли, а у нас подзол. Что это значит? Очень слабая и плохая земля. Что это значит? Это значит, что земля не может прокормить так, чтобы дали излишек для рынка. И плохие урожаи. А что это значит? Это значит, что одна семья не может сама обработать одна семья. Она должна это делать родовым способом. То есть работают все, потому что надо до пять месяцев спахать, посеять, убрать урожай и набрать ещё для корма, для животных на семь месяцев. В то время как на Западе, даже в Польше, уже можно было на выпуск коров давать, начиная до конца декабря. Это всё значит, что Россия не в состоянии была выжить без родового строя, который не гончился до сих пор. Семья – основа. Поэтому Столыпин пытался это разрушить, не получилось. А что такое крепостное право? Это то, что Академик Милов называет компенсационными мерами для того, чтобы государство выжило. То есть жесточайшее крепостное право был единственный инструмент для того, чтобы выжило российское государство. Это не просто так плохие люди лишили хороших поработников. Это был военный лагерь. Крепостники – это что? Это те, которые хаянищают. Город никогда не был мобильским правом, не обладал. Это было военное поселение, где стоял гарнизон. Три сестры. Стоит гарнизон. Зачем? Если крестьяне взбунтуются, можно подвинуть. То есть эта система распределительная, военная распределительная система сохранялась до революции. А потом перешла в коммунизм. Простите за наслечивость. Но какая сегодняшняя альтернатива этому строю? В России? Ну, во-первых, крепостного права уже нет. А потом есть экстрим. Сейчас, в общем-то, задача российского государства – это вдохновить простых людей заниматься бизнесом. Я имею в виду, чем угодно. Но заниматься. Люди не привыкли что-либо иметь. А когда у человека ничего нет, что он может продать, то он к бизнесу относится как к вражескому занятию. Поэтому альтернатива такая. Каким-то образом доказать простому русскому человеку, что если занимаешься бизнесом, то же зарабатывай. Путь-то земля и так далее. И до сих пор русский человек никогда не имел ничего, чтобы он мог владеть. Значит, а когда нечему человеку владеть, у него ничего продать, у него нечего защищать. Он индифферентен. Поэтому в русском, когда возникла перестройка и как бы возникла возможность заниматься бизнесом, ничего не произошло, было бы очень подвижных людей с низкой социальной ответственностью. А все остальные сидели и хлопали ушами. И требовали повышения пенсии и зарплаты. Это сложная проблема, она связана с историей российской, с русской ментальностью, с отношением к деньгам, которые, в общем, как бы зло, хотя все хотят это зло иметь. И так далее. Это такая сложнейшая проблема, которую я называю русский культурный геном, и нам еще предстоит разобраться в этом, для того, чтобы пытаться его реформировать. Но, во всяком случае, политика не может изменить культуру никакую. Культура не влияет на политику, а наоборот. А распространен, он, наверное, смотрит, как он мне лекцию заставляет читать. Но, во всяком случае, вы представили себе очень ясно, что такое русская история. А можно Илюлия Высовская? Молчащий хор. Андрей. Вчера вы сказали о том, что Илюлия хорошая актриса, вы заметили только спустя три года самим в этой жизни. Как это мопросто Юлия, знаете она? И что для вас это русское? Ну, учитывая, что мы вместе 21 год, я думаю, три года не такой большой срок был, чтобы разобраться, кто какой артист. Какая роль вы? Что вы имеете в виду? Ну, вот об этой роли. Для вас было что-то там. Об этой какой, простите? Раневская? В Вишневом саде? Да. Ну, это продолжение трилогии. Мне даже трудно сказать, но все артистки мечтают сыграть сначала Джульетту, потом Нину, потом в какой-то момент Аркадину, Раневскую. Вон две Джульетты сидят. Вот Райкинских две Джульетты. Вы готовите? Пожалуйста, пожалуйста. Ну, переглядь, кто истанет на полоску. Что же дальше героев Вишневого сада? Как служат за их судьбой? И вот, продолжая этот вопрос, могла ли Раневская закончить свою жизнь как героиня фильма «Райкин», он с лагеря «Защищаясь», «Спасая» и «Бельских детей»? Как в тебе вопрос. Нет, я поняла, что вопрос на вопрос отвечает Андрей Сергеевич. Это у меня вопрос. Давайте обсудим. Ну, вы знаете, начиная с трех сестер, я пытался рассказать моим артистам, что случится с их героями. В трех сестрах, конечно, ну что получится в трех сестрах? Что в трех сестрах, ну, конечно, с Аленой, Тузенбах, Тузенбаха, конечно, ведь ему повезло, его застрелили на дуэли. А дальше что будет? Ну, с Аленой станет командиром бронепоезда. Ирина будет его любовницей в этом бронепоезде. Ну, доктор Живага, читайте. Остальных всех расстреляют. И то же самое в трех сестрах, безусловно. В трех сестрах. Ну, Петя, видите, Петя умрет от чахотки. То есть, вешно вам садит. Петя от чахотки умрет, но, может быть, и какое-то время постреляет в 1905 году. Или бомбу в колонии будет бросить. Гаев умрет, когда на него направили. Дуло, первый анархист. Он сразу просто от ужаса умрет. Ну, вот я думаю, какая-то такая судьба. Лопахин. Лопахин, конечно, может какое-то время посопротивляться. Но, безусловно, его раскулачат. Поэтому всех ожидает, в общем, разочарование. Разочарование. Ну, вот, собственно, это и есть прощание с одними иллюзиями и обретение других. Да. Третья, есть? Да. Третья, есть? А в чем было сделано, когда лучше отражение училась? Или почему у нас откроется вопрос? Ну, вы когда-нибудь видели цветной документальный материал о концлагере? Его уже нету. Поэтому вообще в любой концлагере или там время нацизма или Второй мировой войны – это все черно-белый документ. Поэтому я считал, что ближе к документу и все повторить. То, что у нас наработано уже подсознание, что черно-белый материал – это связано совсем там до 45-го года. В 48-м году начали снимать цветные уже парады и так далее. Уже можно делать цвет. А до 45-го года все черно-белый материал. И даже в документах, во всяких случаях. Актуально недели назад здесь была Татьяна Никитична Толсталька, которая уже не в тепло, а в ад открывалась. Также она рассказывала, откуда она пережила глиническую смерть и… Татьяна Никитична Толсталька и знает, как там. Она знает, как там все исправлено. И поэтому я хотела спросить и вас. А как вы себе представляете ад и рай? Ну, я еще, слава Богу, пока не имею такого опыта, как Татьяна. Вы знаете, я не знаю. Я не знаю. По-разному каждый день. Вот. То есть такая небольшая притча о самурае, который встретил монаха и сказал, ну, расскажи мне, что такое ад и рай. А монах такой глупый, большой, сильный, что ты все равно не поймешь. Самурай высохнул, ну, меч, ведь я тебе сейчас изрублю старый на пушке. Монах говорит, вот это ад. Самурай смирился, положил ночь, меч, поклонился, сказал, прости меня, я погорячийся. Она сказала, это рай. Вот, да, все. Мога вопрос к Юлии Высоковой. Вот, мне, конечно, очень поразила Ваше сомни, потому что я даже не обидала, как это активно, но по меня убедить. Скажите, вот, все-таки Раневская, это действительно уже самосельный такой опыта. Вот, что для вас все-таки в ней было какое-то открытие, может быть, вы, именно в адептитете. Я уверена, что вы много раз видели этот спектакль и сочетали. И как вы думаете, вот, почему эта женщина, обладая такой огромной притягательностью, она все равно вот как отмечает? И почему она все разрушает, по-другому? Ну, простите, это Ваша трактовка, что она разрушает вокруг себя это впечатляет. Ну, Соня тоже обычно хрестоматийна. У меня вот недавно была подруга, которая видела Соню на премьере и приехала через 6 лет. И говорит, да-да, я помню, бедный, бедный дядя Ваня. И мы с Андреем Сергеевичем два голоса на нее, ты что, с ума сошла? Мы так не играем, потому что и Соня хрестоматийна другая, чем она родилась в процессе репетиции, в процессе работы над спектаклем. Точно так же и три сестры, мне кажется, они все другие, чем они бывают обычно. И там и Андрей, и Вершинин, и все другие. И точно так же и в Вершневом саде, когда говорят после наших спектаклей, а, ну, это понятно, ну, такое классическое прочтение. Это значит, либо люди вообще не читали пьесы, и у них нет представления о том, что такое, ну, в плохом смысле классическое прочтение. Потому что, мне кажется, у Андрея Сергеевича в этом смысле есть очень интересный подход к каждому из героев, когда они сыграны так, как не были не сыграны, не прочитаны до того. Притом, и для этого не нужно на них надевать драные джинсы и там как-то так устраивать современную, в кавычках, декорацию, чтобы это было как-то более понятно современному зрителю. Мне кажется, что там жизнь, находится жизнь, при том, что все абсолютно герои говорят, как Маша говорит про Вершинина. Сначала он казался мне странным, потом я жалела его, потом полюбила. То есть, если она так произносит, значит, он был странный, значит, он странный, значит, его можно жалеть, а его всегда играют герои. А за что героя тогда жалеть? И точно так же и Враневская, все в ее текстах, она все сама говорит. Жить с тем опытом, который она пережила, это, вот для нее, наверное, вот это ад. Она живет в аду, поэтому это не она разрушает все вокруг, эта жизнь разрушает ее, она, как может, сопротивляется. И, собственно говоря, она сильная, потому что была бы слабая, наверное, уже давно бы на себя руки наложила. Но мучает ее только одно, то, что она потеряла ребенка, и она, вот это ее трагедия. Я не знаю, почему в других прочтениях это настолько малозначимо играется, чем ее сексуальная привлекательность, потребность в деньгах и так далее. Вот я хотел бы два слова добавить вот к этой фразе, что классическое прочтение, традиционное. К сожалению, сегодня в мировой западной культуре наметилась тенденция о осовременивании, внешнем осовременивании спектаклей, будь то Черков, Шекспир и, так сказать, все что угодно. Но эта тенденция пришла от очень крупных режиссеров в 60-х и 70-х годах. Питер Брук, Патрис Шейроф, которые позволяли себе интродукции современности в классику. Но это было сделано гениальными людьми. А внешние формы были очень странные. Тут называется «бедный театр», когда Шекспир играли в черных брюках и белых рубашках. Тогда это было открытие. Но, как правило, только внешние вещи крадутся. Внутренние вещи украсть сложно, а вот внешние формы, они быстро воспринимаются другими. И сегодня считается даже дурным тоном режиссеру современному играть в классических костюмах. Это сразу же зритель уже привык, к сожалению, к навязанному, не могу сказать, таким извращенным критическим вкусам, что это современное прочтение – это нечто, что вызывает некоторый шок и обязательно. Да, это современно. А если вы просто классические костюмы, значит, традиционно. Ибо, к сожалению, зрители видят, большинство зрителей видят только внешнюю форму. Большинство зрителей очень много режиссеров соревнуется между собой в самовыражении за счет классики. И эта тенденция, к сожалению, она довольно губительна, потому что современный зритель, помимо того, что у него все уменьшается, как бы его способность с художественной ассоциацией, он воспринимает и как должное, вот там, такой, как сказал Фоккель, прикол. Вот очень много режиссеров приколом занимается, понимаете, там, догола раздеться, побегать, понимаете, и так далее. И это, на мой взгляд, во многом может быть основой того, что зритель перестанет ходить в театр, потому что не получает нужного душевного ответа на какие-то вещи. Это я просто констатирую, к сожалению, поэтому я отношусь очень ответственно к Чехову. И я бы не хотел, чтобы Чехов кинул меня тяжелым предметом, увидев. А он это мог сделать даже к Таниславскому. Вот, когда была генеральная репетиция Лишневого сада, там было очень много пауз. Трех сестру. А? Трех сестру. Вот я это забыл. И там было очень много пауз, и был реализм, и там куковала кукушка, и кукарику. Вообще собаки лаяли там за сценой, и вообще много было реализма. И вот в середине третьей картины Чехов сказал, стоп, 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 занавесь. И остались занавеси. Станиславский глядит, говорит, в чем дело, Антон Павлович? А он идет к сцене, бледной, с часами, говорит, здесь моя пьеса должна окончиться уже. Растянули так, понимаете? Вот даже в этом смысле Чехов был человек довольно неумолимый. Поэтому я всегда сижу и жду, когда меня Чехов сзади чем-нибудь ударит. Но одновременно с этим хочется, чтобы он сказал, о, интересно. Я не ожидал. Андрей Сергеевич, была дискуссия осенью по поводу финансирования театров и вот того, как государство, российское частности, дает следство выделять на искусство. Вы пару лет назад написали статью вообще о том, как рынок вообще искажает всю картину мира, которую люди, ну, как бы, ожидают от искусства. Вот как вы оцениваете театральный процесс сейчас, насколько, ну, как бы, мода и деньги влияют на то, что зритель, приходя в театр, ну, не испытывал этого катарсиса, который он раньше, ну, испытывал, обливался слезами, там, или плакал, или сменялся. Ну, вы знаете, распады западного искусства уже произошел. Уже, как бы, если вы посмотрите их, честно говоря, то вы увидите симфонии, больше никто не пишет, никто не пишет симфонии, нет таких. Опер новых никто не пишет. Если посмотреть на то, что это в изобразительном искусстве, я считаю, что абсолютная катастрофа. Если вы смотрите на выставки Бьеннале или куда-то, вы смотрите, какие-то проволочки, какашки, зрители ничего не понимают, что это такое. И это произошло уже, как бы, ну, глупо говорить, что современность – это то, что никто не понимает, когда-нибудь поймут, знаете, когда-нибудь. Либо мы испытываем наслаждение, либо нет. А глядя на то, что происходит в современном искусстве, я считаю, катастрофа. Но, поскольку мы отстали от Запада, к счастью, у нас очень живой театр, благодаря зрителю, раз, который ходит. Вы знаете, нет другой столицы в мире, где могло быть одновременно три дяди Вани, четыре вишневых сада и пять гамлетов. Это невозможно, если в Париже поставить вишневый садок, через два года можно, если звезда будет, никто ходить не будет. Это очень важно. Русский зритель – это основа русского театра. Начнем с этого. Именно потому, что мы отстали. Слава Богу. Что касается вот цензуры, вот этого разговора наивного, на мой взгляд, ну, художники-демпераментные люди, они имеют право на ошибки, как говорится. Костя забыл, Костя бы спросил лучше Райкина о цензуре у своего папы. Папа ему рассказал, что это цензура настоящая. Поэтому, на мой взгляд, что состояние русского театра прекрасное только благодаря зрителю. И не только. И благодаря, конечно, государству, которое дает, в общем, большого количества денег. Другой вопрос, куда эти деньги, так сказать, тратиться, на что и так далее. Но мне кажется, что у нас как раз очень солидное состояние театрального искусства. Другой вопрос, что нельзя отнимать театр у зрителя. Ставят только спектакли, на которых зритель ничего не понимает. Вот я вот, когда была такая постановка Аида, да, Аида, Верди, где все солдаты с автоматами Калашникова и в парашютах, значит, на этих, и две тетки сидят. И все одна в другую говорят, мы на то выпиво попали. Понимаете, но как-то очень сложно ассоциировать музыку Верди или Вагнера с какими-то... Ну вот в Испании, например, в Верди шла тоже, был маскарад, там король сидел на унитазе, спустив штаны с газеты и пел. Ну, конечно, это шокирует, но имеет ли отношение это к Верди? Я бы очень хотел, чтобы оставить режиссера с композитором наедине. Тут бы произошло очень хороший разговор, да? В этом смысле, конечно, очень важно... Я думаю, что режиссер очень ответственная профессия. Он ответственен за то, чтобы донести культуру какого-то периода к человеку и сделать эту культуру осязаемой. И большой режиссер всегда заставляет произведение вибрировать, понимаете? Вот Терзополус, великий режиссер, который привел современному зрителю античную трагедию. Именно потому, что он все время понимает ответственность свою. Вот, ну, знаете, молодые люди, они думают, что они бессмертны, во-первых. И, во-вторых, у них есть еще желание друг перед другом посмотреть, кто левее. И поскольку в России всегда есть тенденция обогнать Запад с точки зрения левизны, это началось еще во времена футуризма. И, знаете, левее меня, только стенка. Вот, а у нас тоже стараемся безо всех сил, чтобы мы тоже обогнать Запад в эту сторону. А там обгонять нечего, там пропасть. Там дальше пропасть. Дальше будет интересно. Наверняка Ренессанс, как и было в 15-16 веках, когда снова вернутся люди к простым вещам. Какой-то музыки, какой-то фигуративной живописи, где мы понимаем, чем это прекрасно. Я так, я верю в это. Если в это не верить, то какой-то кердык, я бы сказал. Дай Вадим, давайте сидим. Как здорово задать простые вопросы. Потому что, как-то, как-то, это вопросы все время применяют. Ну, как бы я ответила, это все так, все мировоззренческие. Но, с моей точки зрения, я очень интересную. Потому что многолетие такая, к чему артист применит, он не познает себя в этой стране. И свой диапазон расширяет, таким образом, и ставит какие-то планки. И ты же не уверен, насколько у тебя получится, насколько ты характер нашел. И так далее. Вот есть какой-то бэкграунд, и за этим бэкграундом стоят там лирические героини, героини-драматические героини. А когда пустится плавание с характерным выражением, это вот, ну, другая, какая-то интересная, интересная века. Применительно к тебе, я не знаю, насколько у нас получается, вот лично у меня получается. Мне всегда очень интересно, и, и, вот, идешь каких-то, ну, когда тебе еще кто-то говорит и резонирует с того, что ты, получается, знаешь, премьер. Мое отношение к Чехову изменилось ли, но, знаете, как, артисты действительно говорят, ну, редко кто из артистов, так уж, в театральных институтах изучаешь Чехова, а потом ты, пока не соприкоснешься с материалом, ты не понимаешь, насколько это глубоко, насколько это твое интересно. Я понимаю, что это бездна, в которой нужно погружаться всю оставшуюся жизнь, и ответов не найдешь. И тем больше ты вопросов себе задаешь по жизни, и будешь встречать всю оставшуюся жизнь. Что такое вишнево сказать для тебя, что такое, ну, там, вот эти характери. Я думаю, мне так вот смело бы не сказал, что там на этих речи, вот, что бы стало с этими людьми, вот, там, после революции, как сложилось бы их жизни. Человек такое сложное существо, мне кажется, что какие-нибудь непредсказуемые ситуации, из какого-то слабого человека, вдруг, ну, откуда ты хилый, откуда ты, наоборот, подлостью появляется. Думаю, что он благородный человек, а он, наоборот, подлостью появляется. Поэтому это, мне кажется, все очень сложнее показать. И так, у меня вопрос к Юлии, все-таки. У вас такие прекрасные роли, театры, облик, как-то, ну, это, совершенно интересная актриса. В чем интерес, что вы являетесь ведущей этого передачи телевизионного, да? Почему мешать искусству этой ищенству? В чем интерес вам этом телевизионном передачи, который... Я категорически против того, чтобы называть любую... Чтобы любая работа имеет достоинство того человека, который ее делает. И поэтому вот этот вот какой-то странный стереотип в интеллигентских кругах существующих, существующих советских, может быть, потому что у нас кроме яичницы и не было ничего в кулинарии, я не знаю, но мне кажется, те люди, которые хорошо умеют делать любое дело, они достойны уважения и того, чтобы на них обращали внимание. Я занимаюсь, веду кулинарные передачи, потому что мне очень хочется работать. И в театре не так много работы, в кино еще меньше, и это позволяет мне реализовывать какие-то мои творческие амбиции. При этом я не делаю это как повар, потому что у меня недостаточно образования профессионального, я никогда не училась на повара. Я это делаю как артистка. Но я это действительно очень люблю и считаю, что вообще я могу этим гордиться. Потому что я это делаю хорошо. Потому что если бы я это делала плохо, 13 лет бы это не смотрели, и давным-давно бы уже прикрыли, и не нужны были бы мы книжки, которые выходят после того, как там сняты передачи и так далее. Поэтому яичница – это часть меня и часть нашей с вами жизни. И если она у меня получается лучше, чем у других, я ничего в этом постыдного не вижу. Андрей Сергеевич, расскажите, пожалуйста, про фильм в радио, если можно. Почему такой сюжет, почему такой фильм вообще получился? Что у вас будет добиваться? Ну, я коротко скажу, потому что она была женщина, которая реальная женщина, которая участвовала в сопротивлении. Ее звали Вика Аболенская, она была княгиня Аболенская. Она вошла в боевую группу, которая боролась с оккупантами Франции. Стала героем сопротивления и кавалером почетного легиона. Ее казнили в Берлине, гильотинировали. Обвинялась она именно в том, что она делала. Она спасала еврейских детей в Хариже, когда была арестована сразу 70 тысяч евреев. И осталось очень много детей-сирот. Собственно, когда эту историю я прочитал, это было давно, 25 лет, наверное, назад, то это как-то все осталось. И потом я решил попробовать сделать фильм. Но не про нее, а про это время и про тех людей, которые без всякого принуждения, героически, рискуя своей собственной жизнью, спасали еврейских детей. Это как бы была основа. Но дальше все развивалось, конечно, как все. На свете, когда начинаешь чем-то заниматься, то возникают какие-то другие темы. Но это все может получиться, а может нет. Вот так бы я сказал. Мы никогда не знаем, что получится из фильма. Мы прекрасно можем знать, что получится из спектакля, потому что мы начинаем играть и видим наши ошибки. И язык реагирует или спит. И мы можем спектакль, он живой. Он все время в взаимоотношении со зрителем. И, наверное, сегодня мы чему-то тоже научимся у рижского зрителя. В том смысле, на что он отвечает, реагирует. А кинофильм, когда вы делаете кинофильм, то вы сделали его, и вы уже ничего не можете с этим поделать. В этом смысле кино, кинофильм открывает возможность сам. Я не думаю, что режиссер знает, что у него получится в кино. Он может претендовать на это. Но и только гении, как Берман или Челени, могли прекрасно знать, что у них получится. В общем, масса всего. Но тех двух минут спойлера, которые я видел, мне дало понимание, что ваш фильм глубже. Я поэтому хочу вам задать вопрос, тоже как бы не совсем в этом фильме. Сегодня многие общины обвиняют друг друга фашизмом. Фашизм это стало такое удобное обвинение. То есть пабриоты обвиняют либералов, пабриоты, национальное меньшинство, национальное большинство, национальное большинство обвиняют национальное меньшинство. Удалось ли вам нащупать причину, по которой человек видит фашистов другого, в своем идеологическом противнике? Фашизм как общий такой, да? Врага народа, да? Видят вот это в идеологическом противнике. И удалось ли нащупать тот момент, когда человек может заглянуть в эту бездну внутри себя, и видеть фашистов внутри себя? Вы знаете, я не знаю, что бы не удалось, во-первых, и что я там считаю. Но вот то, что вы сказали, что сегодня слово «фашизм» – это такая наклейка, которую наклеивают друг на друга все, говорит о том, что мы входим в стадию абсолютной вульгаризации всех понятий и банализации. Это связано с тем, что интернет, боты, имейлы и вообще отбили информацией, доводят до того, что сейчас как бы все стало поводом для обсуждений и для наклеек. И поэтому фашист – это значит плохой. Не важно, кто кого обвиняет. Если я скажу завтра, что я против чего-то, я уже фашист. Поэтому это стало таким… Это потеряло смысл. Вообще, в принципе, никто, я думаю, мало знает, что такое фашист. От какого слова это заключено? И так далее. Никто не знает, какая разница между фашизмом и нацизмом. А никто не знает, какая разница между нацизмом и национализмом. Все это кажется и вообще, к сожалению, сегодня самое одно из ругательных слов в политике – популист. Такое замечательное слово. Человек популярен, ему называть популизм – значит плохой. А популист – почти фашист. А фашист – почти националист. И так далее. Все перемешалось в доме Абуланских, понимаете? Как из этого выбраться, я не знаю. Вы вчера сказали, что цензура должна быть. Если у вас было бы, ну, как-то, право и воля, что бы вы убрали от всех экранов мира? Я не знаю. Я судить не могу на то, что цензура должна быть. Нет, во-первых, начнем с того, что цензура существует. Только она существует. А в Голливуде цензура жесточайшая. Все, что не приносит денег, не ставится. Это цензура. Только то, что приносит деньги, имеет право существовать. Вот вам уже цензура. Молодые режиссеры в Америке ставят картины на три копейки, и никто их не видит. Это американское кино. Они говорят, ну, это не американское кино, это транснациональный спрут, империалистический, который дает продукт, не имеющий запаха, не вкуса, ну, как в Хамбурге, с огромным количеством добавок химических. И поэтому, когда вы говорите о цензуре, то вообще цензура – это прежде всего ваша этика личная, начнем с этого. А у вас были бы темы кобов, которые вы никогда не знали? Так нет, вы знаете, я прожил при цензуре достаточное количество времени. Я уже не говорю, там, наши учителя Эйзенштейн или Довженко жили при жесточайшей цензуре и творили шедевры. Уже не говоря, в Сервантесе, Толстом, Чехове, Стоевском. Шедевры рождаются не потому что свобода, а потому что талант. А свобода ничего не рождает вообще. Когда мне говорят о свободе, я говорю, свобода от чего? Это опять одно из колоссарных заблуждений, одно из современного либерального, так сказать, тенденции, идеи гегемонта – свобода и права человека. Оба иллюзии. Права человека нигде не соблюдаются. Только в разной степени не соблюдаются. А свобода нигде нет. Где она есть? Но это невозможно. Свобода связана всегда с обязанностями. И права человека с обязанностями. Там, где граждане соблюдают свои обязанности гражданские, там всегда будут права. А где не соблюдают, там права быть не может. И так далее. Это как бы замечательные иллюзии. И я думаю, что политическая корректность стала новой формой диктатуры. Особенно на Западе, где чуть-чуть вы что-то сказали неправильно, что вы думаете, вы тут же объявляетесь либо фашистом, либо националистом, или каким-то еще гомофобом, там мало чем. Много названий есть для плохих людей. Как вы относитесь к занесению актеров в черный список? Для занесения в черный список? Вы должны запреты на объект власть актеров, актеров за какие-то политические высказы. Ну как я могу относиться? Я отношусь как? Надо к этому относиться как к смене сезонов. Мы же знаем, вот, например, дождь пошел, потом начинается снег. Но мы знаем, что потом будет весна, и все это растает. Но мы изменить этого не можем. Поэтому я как к этому отношусь как к смене сезонов, знаю, что это временно, потом все это растает, безусловно, а куда деться? Мы же живем с вами в одной коммунальной квартире, и переехать никто не может. Нет, переехать можно, но квартира, вместо прописки не изменить. Прописку изменить можно, а квартиру не так. Вот, что делать? Бывают иногда, божди кладут в суп соседи на кухне коммунальной. Пройдет. Спасибо большое. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ